Всем привет! И мы продолжаем приключение нашего любимого щенка Хэнка. В начале видео передаю привет всем нашим подписчикам и зрителям. Сегодня мы с вами будем рассказывать, как поймать редких животных по просьбам от подписчиков. Кроме того, друзья, сегодня я попытаюсь сфотцентографировать последнего животное. Это единый рог, который я никак не могу поймать. Что ж, друзья, вперед! И первым делом давайте-ка переоденем нашего Хэнка. Да, Валера Коваленко первым написал и попросил, чтобы я сегодня Хэнка одел в костюм футбольную экипировку. Что ж, давайте-ка я поищу футбольную экипировку и попробую надеть нашего Хэнка. Да, вот так здорово он выглядит. Ну и давайте-ка, друзья, я еще поменяю глазки, чтобы они были какие-то прикольные. Вот зелененькие, мне кажется, неплохо. А как насчет голубых? Ну, голубые что-то не очень выделяются, хотя, в принципе, нормально. Ну, зеленые мне как-то больше понравились. Пусть будут зеленые. Супер! Ну что ж, вот такой вот няшный, прикольный Хэнк. Но у нас что-то он не выспался. Давайте-ка я дам ему зелье бодрости, чтобы он себя неплохо чувствовал. И отведем нашего питомца в туалет, пускай он делает свои дела. Вот так здорово. Отлично. Кстати, было бы неплохо его еще покупать. Что-то он у нас совсем запачкался. Вот так, замечательно. И так, вперед-вперед, моем, 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 купаем нашего Хэнка. И его нужно еще покормить. Но вначале я смою мыльную пенку. Отлично. Итак, что у нас есть? Есть торт, есть пирог. Ну и давайте-ка что-то дадим ему мясное, чтобы были у него силы. Вот, давайте-ка, друзья, я дам ему... Кстати, давайте-ка посмотрим, что здесь у нас есть. Вкусненького, прикольненького. Вот, я думаю, друзья, надо дать ему буррито. Вот, отлично. Вот сосиски завернуты в салат с листовым тестом. И, как вижу, Хэнку это здорово понравилось. Насыщенность его 100%. Итак, осталось только поднять ему немножко настроение. Что-то он у нас загрустил. Давайте-ка я его поглажу. Вот так. Отлично. Итак, настроение уже поднялось к 30%. Я думаю, 50% мы наберем. И этого будет достаточно. Итак, да, есть 50%. И мы отправляемся с вами на остров. Да, друзья, единорог водится только вот возле водопада. Поэтому я сразу уже сюда телепортируюсь. И посмотрим, кто здесь есть. К сожалению, единорога здесь нету. Давайте-ка посмотрим, кто из подписчиков попросил относительно того, кого поймать. И да, вот первый, кстати, написал еще Никита Костоломов. Он попросил, чтобы я рассказал, как поймать фантаслона. Что ж, без проблем, дружище. Прежде чем начнем ловлю единорога, давайте-ка мы пройдемся по моему фотоальбому. Как видите, первая страничка уже полностью сформирована. Ну, друзья, короче, у меня все странички уже закрыты. Кроме последнего животного единорога. Но давайте-ка я покажу. И дойдем, кстати, до фантаслона. Итак, кролики закрыты. Свинки закрыты. Вот, дальше у нас медведи закрыты всевозможные. А вот птички закрыты. И тигры тоже закрыты. Ну, большие кошки. Вот здесь тоже продолжение больших крошек закрыты. Закрыты у нас хамелеоны. И да, друзья, восьмая страничка прошлой части. Наконец-то мы закрыли радужного хамелеона, который я очень долго не мог закрыть. Дальше у нас обезьяны, попугаи. И вот есть продолжение попугаев, есть продолжение оленей. Вернее, отдельная вкладочка оленей. Идем с вами дальше. И да, вот они слоны. Итак, как поймать фантаслона? Вот, друзья, вот мои подсказочки. Итак, 22 фотографии этого слона у меня есть. И главное, друзья, на что мы можем поймать фантаслона, это еда торты. Он любит торты. У него есть любимые игрушки. Это два батута, это машинка-качалка гоночная, и это еще волейбольный мяч. Вот так, в больших игрушках. Да, друзья, относительно локации. Смотрю, друзья, это в основном пляж. Сейчас подгружатся другие фотографии. Я посмотрю. По-моему, это все пляж. Да, друзья, идите на пляж. Пляж. Вот там должен он неплохо попасть. Возможно, вот и водопад, но водопада я не вижу. Мне кажется, это все, вот это все пляж. Ну, по крайней мере, мне кажется, кажется. Итак, локация пляж, еда, тортики, и мы идем с вами дальше. И да, друзья, кроме того, еще другие подписчики попросили, чтобы я рассказал. Это Лиза Киса. Она тоже попросила относительно фантаслона. Я надеюсь, это тебе поможет, Лиза. Да, друзья, Валера Коваленко написал подсказки относительно еще Аризонского финиса и Пегас Молнии. Дружище, я уже этих животных поймал, поэтому уже как бы в этих подсказках не нуждаюсь. А вот насчет единорога благодарен. Его мы будем ловить. Ну, а пока давайте-ка пройдемся дальше по альбому. Ну, как видите, 14-я страничка листички закрыта, 15-я Бегемотики закрыта, 16-я Дикобразы и всевозможные ежики закрыты, 17-я Лошади закрыта, 18-я. Вот, да, как раз здесь и есть единорог. Смотрите, Пегас Молния закрыт, а вот единорог никак не хватает, нет возможности закрыт, не хватает два фото. Итак, 13 из 15, и мы идем с вами дальше. Итак, 19-я страничка лоси закрыта, 20-я вот совы закрыта, 21-я это у нас пингвины закрыта, вот носороги закрыты, 23-я всевозможные телени закрыты, 24-я черепашки закрыта, 25-я крокодили закрыты и лягушки закрыты. Да, все, друзья, итак, полностью мы прошли с вами по списку. Давайте-ка я попробую поймать единорога при помощи подсказки Валеры Коваленко. Вот, кроме того, друзья, напишите отзывы в комментариях, несколько подписчиков написали, что прошло обновление Хэнков. Так ли это? Итак, Галера Коваленко подсказал, что единорог любит грибы, торты, вечеринку. Ну, давайте-ка, друзья, я начну с грибов. Итак, давайте-ка положим грибочки и попробуем поэкспериментировать с разными игрушками. Давайте-ка я пока ничего менять не буду, просто обновим при помощи феромона и попробуем привлечь кого-то из животных и посмотрим, что из этого получится. Если же не будет движения, будем и менять игрушки. Итак, прошло обновление, появилась какая-то лошадь, но это не то, что нам надо. Причем, друзья, видите, животные не посвечиваются, значит, они уже есть у меня. Уже есть у меня наличие, все сфотографированы. Что ж, придется, друзья, опять открывать баночку с феромонами, привлекать животных и, надеюсь, это нам поможет. Итак, пошло-пошло обновление. Интересно, удастся ли нам вот кого-то привлечь. Пока никого не вижу, никто не посвечивается. Обидно, досадно, но ладно. Что ж, друзья, давайте-ка я третий раз попробую обновить. Если не будет движения, я попытаюсь поменять игрушки. Итак, очередное обновление. И что здесь у нас? И, опять же, никто не посвечивается. Да, друзья, давайте-ка, чтобы не повторяться с игрушками, я посмотрю, на какое животное, вернее, на какие игрушки мы уже с вами ловили единорога. Итак, друзья, как видите, 13 фотографий. Вот любимая локация единорога – это водопад. Он здесь только водится. Любимые игрушки – королевский диван, арфа и еще бассейн для вечеринки. Да, мне удалось поймать его на эти игрушки. Кроме того, удалось на телепорт, вечеринку, вот три батута, барабаны конга, лазер, хрустальный шар, вот пылевык, танцбол диска, еще есть у нас бассейн с шариками, арфа и машинка-качалка. Маловато, честно говоря, ожидал больше игрушек, но, тем не менее, вот сколько есть, сколько удалось поймать. Да, друзья, давайте-ка я попробую что-то сменить. Вот большие игрушки не хочу менять, на ложку и на приставку он не ловился. А вот скейтборд диска давайте-ка я поменяю. Вот, поменяй эту игрушку. Правда, на что поменять? Ну, давайте-ка, друзья, я попробую взять какую-то подсвечивающуюся игрушку. Возможно, чемодан. Давайте-ка поменяем. Вот, давайте-ка я поменяю глобус. Возможно, тоже на какую-то подсвечивающуюся игрушку. Вот, кстати, машинка-качалка, мы на нее и, по-моему, ловили уже. Вот, давайте-ка еще посмотрим, что у нас здесь подсвечивается. Пылевык ловили, арфу ловили, а вот этот фотостенд не ловили. Давайте-ка я его тоже заменю. Вот, отлично. И давайте-ка, друзья, еще вот заменю этот пенечек. Кстати, он тоже подсвечивается. Вот, где-то у нас используется пугело. А, вот, на ковер. Давайте-ка я поменяю на ковер. Готово. И еще попробуем вот так применить баночку с феромонами. И с надеждой все-таки привлечь этого вредного яднорога. Итак, друзья, кто смотрит видео, прошу вашей помощи относительно ловли единорога. Пишите ваши составы, и мы попробуем поймать их в следующем видео. Итак, друзья, есть несколько животных, которых у меня нету в наличии. Это вот такой прикольный попугай. Давайте-ка я его сфотографирую. Итак, черный какаду. Отлично. Кроме того, подсвечивается Афраёж. Его мы тоже сейчас как-то сцентрируем и сфотографируем. Вот, супер. Ну что ж, неплохо как бы. Два новых животных. Это, конечно же, здорово. Но я хотел бы все-таки поймать единорога. Все-таки закрыть эту фотосессию, а потом вместе с вами ждать обновления. Итак, всего два-две фотографии, и будут пойманы абсолютно все животные. Итак, прошло обновление, но того, кого нам нужно, нет. Что ж, друзья, давайте-ка я еще раз обновлю. Если не будет вот эти единорога, я буду менять еду. Так, пошло-пошло обновление. Вот, есть куча всевозможных животных. И да, друзья, смотрите, поймался радужный хамелеон, которого мы поймали в прошлом видео. Неожиданное фото. Ну, правда, какой-то он здесь не очень появился красивый. Вот, давайте-ка как-то, возможно, его другой ракурс. Вот так. Да, 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 вот. Это совсем другое дело. Так он выглядит намного лучше. Вот, супер. Итак, давайте-ка я поменяю на новые фото. Пусть в фотоальбоме будет такая фото. Вот, друзья, это, конечно же, здорово, чтобы поймался радужный хамелеон, но все-таки я рассчитываю на единорога. Итак, прошло обновление. И что же? И принц-лягушка появился. Вот, появился еще один хамелеон. Но, опять же, это не те животные, которые нам нужны. Вот, давайте-ка немножко уменьшу фотостенд. Итак, кармахайли-миллион найден. И еще найден вот у нас принц-лягушка. А смотрите, какой он няшный. Какой он большущий. Я его сфотографирую. Но, к сожалению, друзья, на грибы не пошел. Что ж, давайте-ка относительно подсказки Валеры Коваленко я попробую положить тортик. Возможно, на него как-то лучше это все пойдет. Итак, замечательно. Меняем еду, грибы на тортик. И пытаемся все-таки призвать единорога. Очень нуждаюсь, друзья, вашей подсказочки относительно единорога. Как и на какие игрушки его ловить. Поэтому пишите. Я буду тестировать. И буду надеяться, что все-таки удастся закрыть это животное. Итак, слоны, медведи, панды, ежики. Это все здорово. Но это не те животные, которые нам нужны. Кстати, по-моему, там ежик посвечивался. Этой фотки не было у нас в наличии. Можно было его добавить до коллекции. Но я что-то решил, чтобы это дело немножко убыстрить. Хочется-хочется закрыть единорога. И, как видите, не получается. Что-то не срабатывает. То ли игрушки, то ли еда. Ну, с локацией это однозначно. Он водится только здесь. В других локациях его быть не может. Но, к сожалению, как видите, нет. Итак, подсвечивается Дед Лось. И я его сейчас сфотографирую. Что ж, прикольное, забавное фото. Вот все, что удалось нам поймать. И давайте-ка я еще попробую активировать. Открыть баночку с феромонами. И попытаюсь все-таки призвать это животное. Итак, пошло-пошло обновление. Вот. И все, и все, и все. И, как видите, не получилось. Что ж, обидно-досадно. Ну, ладно. Да, вот еще. Вот. Валера Коваленко. Относительно подсказок других животных. Извини, дружище. Аризонский феникс. И, вот я уже говорил, пикосмолния уже не нужны. Они закрыты. Вот. Ну, и вот как-то так. Я думаю, друзья, стоит ли менять, стоит ли менять. Наверное, я ничего больше менять не буду. Вот. Поэтому давайте-ка посмотрим, в каком состоянии наш хенд. Если у него достаточно сил, то я еще попытаюсь. Да, давайте-ка еще попытаемся сменить еду. Правда, на что сменять, я даже не знаю. Ну, попробуем сменить какую-то еду за кристаллики. Возможно, это нам поможет. Ну, пока, как видите, на торты и на грибы не идут. Вот. Стоит ли пробовать на суши, даже не знаю. Ну, давайте-ка, друзья, я все-таки попробую взять суши. Кстати, что у нас еще за кристаллики? Ананасы и ягоды. И бургеры. Вот. Это, конечно же, супер. Это здорово. Вот. Я не уверен относительно суши. Все-таки это рыбное блюдо. Давайте-ка я попробую дать ананас. Ананас. Возможно, на ананас единорог все-таки пойдет. Что ж, надежда умирает последней. И я обновляю баночку с феромонами и пытаюсь привлечь единорога. Интересно, удастся ли его поймать или нет, я не знаю, но все возможное я сделаю. Итак, как видите, нету, но зато вот какой-то еж-дикобраз у нас появился. Давайте-ка я его лучше сфотографирую. Да, это дикобраз, редкие животные. Это, конечно же, здорово, что у нас он попал в фотоальбом, но мне нужен единорог. Итак, пошло обновление. И что же, и что же, и что же. Вот, попалась обезьяна, попался попугай, но, опять же, не те животные, которые мне нужны. Вот, открываю баночки с феромонами, пытаюсь все-таки привлечь еще это животное. И пока, пока непонятно, пока безрезультатно. Вот, вижу попугай, вижу райскую птицу, уже очень красивая, поэтому не могу сдержаться. Давайте-ка я ее сфотографирую. Как видите, не сработало. Ну, по крайней мере, три попытки не дали нам результат, поэтому меняю ананас. Давайте-ка сменяю ананас на ягоды. Еще на ягоды попробую как-то половить единорога. Возможно, на них он поведется. Было бы здорово, конечно же. Очень хотел бы сегодня хотя бы одну фото единорога закрыть, но пока, видите, никак. Никак не идет вредина. Вот, кто здесь у нас. И у нас прикольный кролик. Появился прикольный кролик. Давайте-ка я его попробую как-то развернуть. Вот, кролик Весельчак. Еще одно фото добавлено в мою фотоколлекцию. Это, конечно же, супер. Ну, и это, опять же, все, что я пока сегодня достиг относительно ягод и относительно игрушек. Вот, продолжаем ловить животных в локации водопад. И что же, и что же, и безрезультатно. Что ж, последний раз обновляю при помощи феромонов. И, вот, пытаемся на еду ягоды поймать животных. И, как видите, что у нас пошло, пошло ничего. Но зато еще один кролик. Еще один кролик. Их очень классные фото. Смотрите, его фотографии на ковре просто супер круто, здорово выглядят. Замечательно. Отлично, животное поймано. Давайте-ка я, друзья, еще с вами попробую сменить еду. Вот, осталось только у нас бургеры из-за кристаллы и суши. Что ж, пусть будут бургеры. Вот, если не получится, я еще попробую суши. А если уже и это не сработает, то я, друзья, не знаю. Если это не сработает, тогда мы просто с вами уже на сегодня закончим видео. И я буду ждать от вас отзывов, комментариев. Вот, относительно ловли единорога. Итак, что здесь у нас? Куча животных, но того, кого нам нужно, нет. И никто, кстати, еще и не подсвечивается. То есть, нет подсвечивающихся животных, значит, они есть в альбоме. Только те, которые подсвечиваются, их нет в альбомах. Вот, и так, прошло очередное обновление. И здесь у меня все глухо. Последний раз обновляю феромонами с бургером. Если ничего не будет, идем за суши. И попробуем еще на суше половить животное. Итак, что здесь у нас делается? Вот, куча всевозможных животных и того, кого нужно, нет. Что ж, обидно, засадно, но ладно. Итак, меняю бургер. Теперь меняю бургер на суши. Да, вот так. Отлично. Открываем баночку с феромонами и пытаемся привлечь единорога. Будет удивительно, если единорог пойдет на рыбное блюдо. Вот, причем оно сырое, только маринованное, насколько я знаю. Итак, что же у нас есть? И, к сожалению, друзья, вот опять же нет движения. Есть куча животных, но единорога среди них нет. Итак, смотрим еще. Возможно, он появится. Очень нужен ты нам, единорожек, где же ты? Вот, подсвечивается обезьяна и это все. Что ж, друзья, последний раз на сегодня я обновляю с очень большой надеждой, что все-таки удастся выцепить и вычислить единорога. И нету движения, нету движения. Есть единорог, но нету... Есть носорог, но нету единорога. Что ж, давайте-ка хотя бы я вот сфотографирую этого единорога. Как-то так, очень уж крутой зверь. И на этом сегодня уже закончим видео. Итак, отправляемся домой. Давайте-ка уложим Хэнка спать. На этом сегодня я уже с вами прощаю всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях, как одеть нашего Хэнка в следующем видео. И самое главное, как поймать единорога. А на этом я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. И да, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok